добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о власти и авторитете отца сегодня я хотел бы начать говорить о том как мы можем заработать этот авторитет и каким образом реализовать ту власть которую дал нам бог сегодня хотел бы начать с того что отец должен быть человеком подотчетным безупречный авторитет происходит от бескорыстного подчинения однажды к иисусу подошел сотник и он попросил чтобы христос пришел и исцелил его дочь он сказал дочь моя при смерти и мне необходима твоя помощь мне нужно чтобы ты помог пожалуйста сделает иисус поскольку сотника очень сильно за сотника очень сильно просили люди он согласился пойти как только он собрался идти сотник сказал подожди я сам подвластный человек и поскольку я сам кому-то подчиняюсь я могу приказывать другим и они слушаются и поэтому прошу тебя мы можем не успеть дойти до дома потому что дочь действительно очень больно я прошу тебя прикажи и она будет здорово вы знаете иисус сказал и в израиле я не видел такой веры этот человек очень хорошо понимал принципы власти он говорил о том что я подвластный человек то есть я кому-то подчиняюсь и поэтому те люди которые находятся под моей власти они послушны мне и вы знаете одна из таких вот важных черт истинной власти заключается в том что ты являешься человеком находящимся под какой-то властью я задавал вопрос очень многим известным пасторам проповедникам спрашивая о том кто является для них авторитетом властью кому бы они были подотчетны чтобы они могли прийти и отчитаться и большая часть сказали так или иначе никому это одна из самых больших проблем но это мы говорим о пасторах когда мы говорим об отцах то здесь картина еще хуже большая часть отцов даже среди верующих людей это люди которые даже не думают о том что нужно быть подотчетным кому-то но я хочу чтобы вы услышали этот тезис через уста этого сотника говорит звучит очень просто настоящая власть проявляется через послушание то есть если вы кому-то подотчетны то ваши дети они будут видеть это и они будут понимать что у требований послушания с вашей стороны есть основание есть